Тишь да гладь над холмами, да сухая трава слегка колышется над неглубоким снегом. Но скоро с первым теплом все изменится. Здесь будет настоящая река, говорят рабочие, и спешат расчистить кюветы. Только так и можно спасти дорогу от будущего разгула стихии. Талая вода, которая пойдет даже в случае большого интенсивного таяния воды, она должна по кюветной части уйти вниз и организованным водоотводом, чтобы не допустить попадания воды на проезжую часть и не допустить размывания оснований земляного полотна. Трасса Барнаул-Камин-Нааби довольно загружена. За сутки здесь проходит не меньше 7 тысяч автомобилей. Талая вода, пришедшая с полей, может прервать движение. Причем, казалось бы, даже на ровной местности. Далеко не всегда рельеф позволяет направить талые воды вдоль шоссе. Иногда водяной поток буквально упирается в дорожное полотно. И единственное, что может спасти довольно большой участок дороги от полного разрушения – это вот такая труба. Но для этого трубы должны быть очищены от мусора и льда. По словам министра транспорта края, сегодня подобные работы ведутся на всех 16 тысячах километрах дорог региона во всех районах. Сильного паводка, подобного прошлогоднему и тем более 2014 года, по его словам ученые, не обещают. Но ситуация может измениться в любой момент. Стоит лишь пойти сильным дождям. Готовиться к наихудшему сценарию и в городах. В краевой столице опасность стоит в себе даже похожая на ручеек пивоварка. Валентина Еременко, участник народной дружины, говорит, речушка порой довольно стремительно выходит из берегов, подтапливая частный сектор. Причем здесь, говорит она, приходится не столько людей спасать от речки, сколько речку от самих людей. Мы их предупреждаем, чтобы не мусорили, берега не загрязняли, потому что все же в пивоварку течет. Вся эта грязь и ветки, все это. Мы стараемся как-то все разъяснять жителям. Чтобы вскоре пивоварка не разрушила эту часть улицы Юрина и быстро унесла лед ниже по течению, работники разбивают наросший рядом с мостом лед. Такие работы, заверили нас в администрации Барнаула, ведутся во всех районах города. Кроме того, завтра в поселке Затон, который традиционно больше всего страдает от весеннего половодья, пройдут масштабные командно-штабные учения, где спасатели совместно с городскими и краевыми властями отработают, как вести себя в режиме ЧАЭС. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости.